Здравствуйте. Когда-то я вам показывала, что купила за смешные деньги 64 цента 50 кабошонов 25 на 35. Но с пересылкой где-то мне стоило это около 5 долларов. И я решила, куплю я их, может быть, выйду на пенсию и буду делать какие-нибудь курсы будущих девушек обшивать кабошоны. Они все в разном количестве пришли. Вот 7 видов кабошонов больше всего. Вот такие вот с птичками и с креслами. С такими вот голубками какими-то на веточке и с креслами. В общем, кабошоны так себе. Вот таких вот манекенов, например, всего 4 штуки. Ну, 5 штук пришло. Кресел много пришло вот таких. И павлина вот 5 штук пришло. Разные тут кабошоны есть. И хочу показать вам, что у меня получилось. Я сделала такую экспериментальную, экспериментальный вышивальный марафон для себя. Сделала в основном подвески. И один кабошон у меня получился брошью, потому что оно никак у меня в подвеску не выстраивался. Покажу, с чего я начала. Начала я обшивать кресло. Вот такое. Во-первых, я стараюсь всегда, это у меня такое уже почти правило, подбирать цвета обшивки основной кабошона, но к цветам, что есть в кабошоне. У меня как раз были, я вам тоже показывала, то, что я купила в этом же магазине, в Энбетс или в Сюгайтс. И там был бисер такой красивый, зеленовато-коричневый. И он как раз подошел под цвет этого кресла. И дальше встал вопрос, чем обшивать. Начала я искать в своих запасах и нашла вот такой красивый. Это рубка. Я ее купила в Скарабритс. Сейчас покажу вам ее. Вот такая вот рубочка. К сожалению, ее уже нет. Я побежала заказывать еще, но у меня тут достаточно. В принципе, вот такая красивая, красивая по цвету рубка. И оказалось, что бисер, что у меня есть, круглый, 11-8 размера, тоже этого же номера. И я уже заказала в Скарабритсе еще. Потому что вот этот бисер у меня закончился. Он, я ему обшивала когда-то браслет розовый и подвеску. И вот случайно, можно сказать, получился такой красивый кабошон. Белл тут хорошо очень встал, такой бронзовый. Тоже нельзя найду ссылки, но все оставлю вам. Сзади обшивка. Простая такая эко-кожа бронзово-серебряного цвета. И на шнурок я его одела. Одела его в школу. И моя подружка, она у нас преподает историю дизайна, сказала, что это кресло начала революции промышленной. Его начали уже делать на заводах. Я думала, что это арт-н-крафт, честно сказать. Но оказывается, нет. Очень ей понравился кулон. Скорее всего, он пойдет ей в подарок. Она любит вот такие вещи на шнурках. Вот такой кулончик получился. И я, воодушевившись как бы первой своей такой удачей, решила делать дальше. И начала вышивать остальные броши. Следующий кабошон взяла. Вот такой манекен с розами там на нем. И решила назвать его кутер. И вышила его, соответственно, много блестяшек тут. Вот смотрите, видите, основная обшивка все равно зеленая. Вот с таким бирюзовым. Точно как цвета вот этого кабошона, что здесь есть. Вот здесь двухмиллиметровые зеленые рондели. Сверху вот это шатоны маленькие и большие. Тоже подобрала по цветам к тому, что есть в самом кабошоне. Вот здесь вокруг это бисер чешский, такой золотисто-серебристый. И обшила деликой такого цвета бирюзового, где она у меня. Вот она у меня, у меня уже почти ничего не осталось. Это Miyuki Delica DB23238. Вот такой получился. И как раз у меня из старых Беллов вот такой Белл оказался. Такой серебристо-золотистый. Наверное, какой-то золотистый, который в свое время полинял. Не знаю. Но он очень сюда подошел по цвету. И, в общем, вот я его вставила. Вот такой вот получился этот. Вот эта подвеска получилась. Еще не знаю. Может, одену ее на металлическую. У меня есть такие металлические основы для на шею одевать. Чокеры такие. Может, на него одену. Так, следующий обшила вот птичку. Вот такая птичка. В общем-то, кабошон особо не примечательный. Птичка темненькая. Но обшила я цветами вот лиловыми всякими, которые есть в цветочках. И потом начала искать что-то дополнительное. Увидела птичка такая сине-зеленая. Но я взяла вот темно-зеленые рондели. А потом все-таки он показался мне темноватым. И нашла у себя вот такие вот оранжеватые в цвет цветочков, что есть там внутри. И обшила вот таким красивым бисером, золотистым эффектом. Немножко зеленым у меня есть. Вот такой получился. Бейлик подобрала. Обработала его цапан лаком. Потому что я не знаю, как он себя будет вести. Что еще здесь? Вот здесь в некоторых местах у меня какое-то сомнение было. Но я трунцалом закрыла эти места сомнительные. Вот такой получился кабошон. Подвеска. Так, следующие птички. Птички в клетке. Вот этот, наверное, называется свободный полет. Потому что они уже снаружи клетки. Но здесь вообще очень просто все было. Потому что сами цвета кабошона, в общем-то, мне продиктовали полную гамму. Этого кулона. Вот так он получился тоже. Обшила я его вот здесь серо-бирюзовым. В цвет клетки. Потом у меня была восьмерка. Вот такая красивая бирюзовая. Это милки, по-моему. И чешский. У меня был такой серебристый бисер красивый. И темный. Сделала я немножко утяжеление в сторону клетки. Здесь сделала немножко еще украшательство ронделями. Обшила черными бисеринками. И вот такой главный украшатель. Здесь вот такой цветочек из набора каких-то проставочных бусинок. И маленький. Маленький белик. Тоже, мне кажется, очень миленький получился. Несмотря на то, что сам кабошон, в общем-то, такой никакой. Но кулочек получался, по-моему, неплохо. Так. Вот такой еще богатый. Богато такого цвета кулон. А кабошон тоже была маленькая птичка с гнездышком. И получилось, вот я ее обшила вот такими же цветами, как птичка. Видите, вот бирюзовый, коричневый тут у меня. В основной обшивке закрыла пятнашкой голубой. Глубже закрыла, чтобы птичку больше выделить. Вот это у меня чешский тоже бисер восьмой. Такой немножко квадратный. И он очень красиво переливается. Внизу сделала бусины круглые. Вот две коричневые, голубую, золотистую. И в обратном порядке. А здесь немножко другой наборчик. Две коричневые и голубые прозрачные, золотистую. Потом добавила еще один ряд вот таких вот бисеринок 11 размера. Это тоже чешский бисер. И обшила бирюзовым, уже обшивала таким. Бейл подобрала как раз темное золото. У меня попался Бейл такой. Вот такой получился. И птичка одинокая в этом кабошоне как-то стала лучше смотреться, по-моему, в такой оправе. Обшила его синим эко-кожей. Вот так. Что еще у меня есть? Вот такая птичка. Вот эти два голубя, что я вам показывала. Я их обшила вот здесь желто-голубые. Потом решила им добавить зелени. Все-таки у них тут зелени совсем не хватает. Добавила им зелени немножко. Светлого. Вот здесь светлые рондели. И чего-то мне вот не хватало оранжевого. И вот я сделала вот такую. Вот такую обшивку. Вот посмотрите, как она выглядит. Видите, там еще большие бисеринки внизу. Сейчас покажу вам, как я это делаю. И вот здесь вот обшила таким блестящей деликой вокруг. Не делая никаких тут много украшательств. Сбоку я посчитала, что это не нужно. И здесь у меня белый красный меди. Потому что к оранжем он подходит. Вот такой вот получился кулончик. Сзади белая эко-кожа. Смотрите, какую я придумала вышивку. Только делаю ее. Вот здесь делается так. Одна бисеринка. Одна совсем маленькая паеточка. Зелененькая. Потом еще бисеринка. Потом прозрачная паеточка. Потом опять бисеринка. Крупная паеточка. И большая бисеринка. Вот отсюда. И в конец крупной бисеринки вставляем. Видите, крупная с маленькой дырочкой попалась. Так, вот такую. Еще раз. Вшиваем. Что-то не проходит у меня тут. Все прошло. Так. И вот так. Вот такая вот будет брошечка. Только сделаю нижнюю часть такую. Еще одну. А потом дальше уже потемнее будет. Еще раз. Вот вставляю вот сюда. Это будет последняя такая. Вставляю вот сюда ее. Здесь расстояние чуть поменьше. Тут расстояние по ширине большой пайетки. бисеринку, пайетку совсем маленькую, бисеринку, пайетку побольше, бисеринку, пайетку еще больше и крупную бисеринку. И вставляем вот сюда. Вот так. Сейчас все поправим. Вот такая вот брошечка будет. А здесь снизу вот так. И вот воодушевившись вот этой обшивкой, я решила сделать павлина. Потому что это явно такая павлиня обшивка. И когда я начала его делать, но тут у меня уже закручено очень много чего. Я сделала сначала вот такие ряды пайетками. А потом мне показалось, что это пусто. Добавила вот сюда вот этот вот хвост такой у него был. Добавила кристаллов немножко. И решила трумцалом украсить этот хвост. Он немножко внес такой балаган. Но в то же время такой хвост богатый получился. Потому что обшивка тут довольно простая тоже. Светло-зеленый и бирюзовый бисер. Потом вот здесь я тоже сделала несколько рядов пятнашки. Чтобы павлина выделить как-то побольше. Обшила его павлинями цветами. Таким бирюзовым и голубым ронделями. И закрыла, видите, вот такая вот у меня есть, был бисер, уже закончился. Вот такой пестрый бисер металлизированный. И вот так. И когда я сделала его, мне показалось, что это брошь уже, а не подвеска. Вот единственная из всех кабошонов, которые я превратила в брошь. Сделала два замочка на всякий случай. Потому что довольно тяжеленькое получилось все это дело. Вот так. Вот так я подготовилась, можно сказать, уже к мастер-классам, если они у меня будут. Но это еще будет не скоро, только следующим летом я собираюсь на пенсию выйти. Так что, вот такие кабошоны получились. Уже хотела прощаться с вами. И вот как раз получила посылочку с бисером вот с этого кулона. Вот с этого кулончика. Сейчас покажу вам. Вот посылочка пришла мне со Скаро Бетс. Видите, вот так она мне пришла. Вот так они присылают бисер. Вот в таких вот запечатанных пакетиков. Тут один и тот же бисер разных номеров я заказала. Вот смотрите, этот 8, 9, 11 и 10. Все размеры. Потом я заказала вот здесь Fire Polish. Такие бусинки тоже. Такого же цвета 100 штук. И вот такие вот стеклярусы. Всего одного цвета. Оно мне вот так пришло. Они еще прислали мне вот мешочки рассыпать. Этот бисер по мешочкам. Но я буду не по мешочкам, а по колбочкам его рассыпать. Или по баночкам. Видите, как удачно у меня получилось. Так что бисер у меня вот для этого есть. А вот такой рубочки вот у них нет в наличии. И надо будет заходить проверять. Но я не знаю, или она придет. Очень быстро посылка пришла. Буквально за неделю, наверное, она пришла. И это Скарабетс американский, насколько я знаю. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всего самого хорошего. Желаю вам приятного творчества. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Лайк, чтобы помочь каналу продвигаться в просмотрах. И написать комментарий. Буду вам благодарна. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok